На канале ПС Новости Региона с вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. Завершена регистрация кандидатов в депутаты областного собрания. До выбора пройдут 21 мая. Напомним, бывшие региональные парламентарии Александр Савкин и Сергей Мышковский сложили свои полномочия из-за уголовных дел, а Андрей Палкин стал депутатом Госдумы. Изначально на три вакантных мандата претендовали 14 человек, из которых самовыдвиженцем был только один. Но регистрацию не прошел, вовремя не предоставив документы. Дополнительные выборы 21 мая пройдут в Архангельскую городскую думу. Дмитрий Юрков был депутатом Госдумы. Там на одно вакантное место претендует 8 человек. В Архангельской области начались ледокольно-взрывные работы. Первые в этом году были проведены на реке Пениге в районе деревни Нижняя Паленьга Холмогорского района. Рядом с Нижней Паленьгой река делает крутой поворот. Лед во время ледохода упирается в берег. Чтобы избежать заторов, ежегодно в этом месте работают взрывники. Ледокольные работы проводились с целью ослабления льда, чтобы во время ледохода избежать заторов. Сегодня было подорвано порядка 60 зарядов. Общая протяженность линии составляла 600 метров. Лед хороший, крепкий. Толщина порядка метра. Основная же часть взрывных работ будет проведена в Котловском и Красноборском районах, куда архангельские специалисты Центра гражданской защиты отправятся 12 апреля. А с 17 апреля в Онеге подорожает проезд в общественном транспорте. Теперь одна поездка обойдется Онежанам в 22 рубля. Как пояснили перевозчики, столь непопулярная мера связана с повышением цены бензина и запчасти, а также уровня зарплаты персонала. Изначально предприятие Онега Автотранс обращалось в региональное агентство по тарифам и ценам с просьбой увеличить тариф с 20 до 23 рублей за одну поездку. Но это предложение поддержано не было. В итоге билетик будет стоить 22 рубля. Воздушная гавань областного центра на пороге больших изменений. Аэропорт носит статус международного, потому и выглядеть должен соответствующе. Для этого на привокзальной площади началась серьезная реконструкция. Об этом рассказал генеральный директор аэровокзала Ваге Петросян. Так будет заменено асфальтовое покрытие, созданы специальные зоны для общественного транспорта и такси. Появятся новые парковки для частных авто. Реконструкция привокзальной площади позволит избавиться от пробок и упорядочить движение транспорта в аэропорту. Будет даже зеленая зона для прогулок. Потому что у нас жители и городка, и городка любят ходить, гулять, смотреть, как взлетают самолеты. А, соответственно, нет таких удобств для того, чтобы они могли спокойно с тишками погулять. То есть там будет что-то очень похоже на скверик, то есть зеленая зона. Ремонтные работы планируется начать после того, как полностью растает снег, и завершить их к предстоящей осени. Правительство России на развитие областных дорог выделит 10 миллиардов рублей 49 регионам. Цифры озвучены на заседании Кабинета федеральных министров. Больше всего получил Крым – 1 миллиард. Меньше всех – Ненецкий автономный округ – 63 миллиона. А Архангельская область получит из федеральной казны 190 миллионов рублей. Вместе с тем, объем Дорожного фонда Архангельской области за счет сокращения доходов от акцизов в этом году сократился более чем на миллиард рублей. Кроме того, наблюдается сокращение финансовой помощи и с федерального бюджета. Стоит заметить, в минувшем году объем регионального Дорожного фонда составил свыше 6 миллиардов рублей. На эти деньги построены 15 километров новых автодорог и 3 мостовых перехода. Еще 70 километров и 11 мостов отремонтировано. Отметим, что одним из источников пополнения федерального и регионального Дорожных фондов является система Платон. Благодаря ей в прошлом году в регионы было направлено 30 миллиардов рублей. Северяне присоединятся к акции против террора. В субботу, 8 апреля в Архангельске на площади перед Театром Драмы пройдет акция «Вместе против террора». Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге совершен теракт, в котором 14 человек погибли и более 50 получили ранения. Северяне не остались равнодушными к трагедии в питерском метро, унесшей жизни людей разных возрастов и профессий, приехавших из разных регионов страны. Выразить свою солидарность в противостоянии террору, объединиться против сил зла – долг каждого неравнодушного гражданина. Добавим, что к акции присоединится и город Северодвинск в памяти погибших. На митингах будет объявлена минута молчания, а начало в 11 часов. К другим темам уровень инфляции в Архангельске ниже, чем в целом по России в Северо-Западном федеральном округе. Об этом журналистам рассказали сегодня на пресс-конференции «В Архангельск. Кстати». Индекс потребительских цен в северных регионах в среднем ниже, чем по стране. Так, самый низкий показатель в республике Карелия – 104,3%. На ступеньку выше – Ненецкий автономный округ – 104,7%. И Архангельская область – 104,8%. Индекс потребления по России – 105,4%. Больше всего в нашем регионе за три месяца нового года подорожали овощи, молоко, мясо, мороженая рыба. Упали в цене сахар, яйца и мясо птицы. В первом квартале 2016 года опережающими темпами дорожали непродовольственные товары, а услуги выросли в цене совсем незначительно. В текущем году ситуация изменилась. Мы видим, что темпы роста цен не такие значительные, как годом ранее, и подорожали в большей степени продовольственные товары и услуги. Если говорить о экономической ситуации в регионе, то самый высокий темп роста у лесоперерабатывающей отрасли и у компаний, занятых добычей полезных ископаемых. В Архангельской детской областной клинической больнице открылось отделение палеоативной медицинской помощи детям. Совсем скоро оно примет тяжело больных ребят со всей области. Им нужно будет обеспечить не только квалифицированную медпомощь, но и окружить заботой и вниманием. Поддержать маленьких пациентов решили архангелогородцы и приняли участие в акции, организованной театром драмы. Моя коллега Валентина Скворцова побывала в отделении, сейчас поделится своими впечатлениями. Валентина, приветствую тебя. Расскажи, пожалуйста. Добрый вечер. Да, я только что приехала из этого отделения. Ну, что я могу сказать? Тема тяжелая для обсуждения. Но я считаю, что говорить о ней надо. И не просто говорить, надо помогать, как это сделал коллектив Архангельского драмтеатра. Потому что не только при открытии отделения тяжело больным детям, как ты понимаешь, требуется помощь. Она им будет требоваться всегда, ведь родители в основном тратятся на лекарства, а игрушки, а уют. Это все очень немаловажно. Поэтому мы, конечно, должны помогать. И вот еще что хотела отметить. Очень часто горожане, у нас ведь очень отзывчивые северяне, они готовы помочь. Но зачастую они не знают, куда бежать, кому звонить, что покупать, куда нести. А вот посмотрев этот сюжет, я думаю, что многие сориентируются и надеюсь, что он им поможет сделать доброе дело. Предлагаю посмотреть. Приятный нежный цвет стен, чистые просторные палаты. Отделение палеоативной медицинской помощи детям скорее похоже на уютный отель. И первых пациентов здесь ждут уже со дня на день. Наше отделение, оно будет рассчитано на 10 коек. Дети будут лежать от 28 дней жизни до 18 лет. В основном цель палеоативной помощи – это улучшение качества жизни неизлечимо больных детей. И именно такой контингент у нас и будет. То есть в основном это будут дети с тяжелой неврологической патологией, это могут быть дети с тяжелой сердечно-сосудистой патологией, онкологические больные в терминальной стадии. Для таких детишек и их родителей огромное значение имеет хорошее настроение. Удобная мебель, большой телевизор и красивые яркие игрушки помогут скрасить и тяжелые процедуры, и долгие больничные дни. Зная об этом, коллектив Архангельского драмтеатра решил внести свою лепту в обустройство быта больничного отделения, организовав акцию по сбору средств. Причем откликнулись самые разные люди в большом количестве, что очень радует. Я всегда говорю, что добрых людей на свете больше. И поэтому кто как мог, кто так и помогал. Кто-то внес деньги. Люди пришли и просто отдали телевизор для этого отделения. Кто-то поучаствовал, наши актеры организовали ярмарку. По словам главного врача, в бюджете невозможно предусмотреть все затраты, поэтому зачастую приходится прибегать к помощи волонтеров. Артисты сами находят время, приезжают к нам, организовывают утренники, новогодние праздники или просто какие-то маленькие концерты для наших детишек. Все началось с онкологического отделения. И вот сейчас воля изъявления, добрые пожелания и с добрым сердцем они пожаловали к нам с подарками, чтобы помочь в открытии это отделение. Мы бесконечно рады таким добрым отношениям и всегда готовы и рады с ними сотрудничать. В благодарность коллективу драмтеатра маленькие пациенты своими руками сделали ангелочка. Этот символ добра станет напоминанием о том, что в нашей непростой жизни всегда есть место маленькому чуду. Это сейчас в регионе мы продолжаем. Они вызвали большой резонанс своим появлением и буквально разделили общество на два лагеря – за и против. Так или иначе, но деревянные мостки, которые были проложены от пешеходного перехода к Сафу до набережной, стали интересной находкой при подготовке к арктическому форуму. И еще в марте администрация города сообщила, что мостки после саммита получат постоянную прописку в другом месте. Деревянную мостовую, по которой ходили гости арктического форума, перенесли к новым домам на Ленинградском проспекте, которые были возведены по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Тротуар смонтируют до конца недели. Его длина – 200 метров. Мостовую проложат до остановки общественного транспорта, минуя линию теплотрассы. Видать, благое дело власть задумала – сделать мосточки. Но не знаю, получится ли у них до конца это довести до ума. Покажет время. Все это растает, грязь будет. А если по мосточкам ходить, то вполне удобно до остановки добираться будет. И если прямо дома положат, то вообще отлично будет. В музее ИЗО готовится к открытию уникальная выставка, посвященная одному из самых противоречивых в течение искусства 20 века – поп-арту. Нашей съемочной группе удалось понаблюдать за процессом создания выставки и первыми увидеть, какие произведения ожидут посетителей. Реклама, модные тренды, знаменитая личность. Все, что окружало людей западного мира в середине 60-х, находило отклик в творчестве поп-арта. Такая тематика явилась настоящим вызовом для привычного понимания роли искусства. Поп-арт регулярно подвергался критике, но он не только выдержал ее, а еще и стал лицетворением истинного искусства прошлого столетия. Поп-арт – это настоящий символ 20 века, это символ изобразительного искусства 20 века, и, конечно же, это настоящее культовое течение, которое, я думаю, что должно обязательно привлечь свое внимание. Главной целью поп-арт ставил интерес к массовому искусству, и поэтому это массовое искусство, конечно же, должно быть интересным и архангельскому зрителю. Выставку поп-арта «Столица Поморья» увидит впервые. Посетители смогут по-новому взглянуть на, казалось бы, привычные и обыденные вещи, и в то же время погрузиться в эпоху 60-х годов прошлого века. А работы таких знаковых представителей направления, как Энди Орхол, Рой Лифтенштейн, Роберт Траушенберг, окажутся знакомы даже тем, кто далек от искусства. Множество выставок сделали. Это одна из самых необычных выставок, потому что она как бы подойдет и для молодежи, и для тех, кто уже там тех времен, когда были бетлы, и все такое. Помимо ярких работ творцов в стиле поп-арт, посетители смогут увидеть произведения современных художников в родственном стиле стрит-арта. На выставке будут представлены работы легендарного английского художника Бэнкси, а также его коллег по ремеслу из нашего города. Я занимаюсь просто стрит-артом и граффити, а поп-арт контачит как бы со стрит-артом, я так думаю. Поэтому тут достаточно интересные художники, будут выставляться, и моя работа тоже будет рядом с ними висеть. Свои двери для посетителей выставка поп-арт откроет 8 апреля в 6 часов вечера в Музее изобразительных искусств. Михаил Меньшенин, Евгений Языков, Автограф дня. Итоги четверга подведем в 19.20 на канале ТВ-центр в программе Автограф дня. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...